Здравствуйте! Время говорить о медицине. На канале ИСАЭС, проект Мечтура. Я и была ведущая Ольга Деменчук. Система Доктор-92 – это система, которая позволяет пациентам записываться на прием к врачу удаленно, из дома, можно даже на улице, там через планшет. Для населения это очень хорошо. Время не тратить. Здоровье, нервы свои беречь на то, чтобы вот эти все попасть к врачу, сложности устранить. Система Доктор-92 – это система, которая позволяет пациентам записываться на прием к врачу. Удаленно, из дома, можно даже на улице, там через планшет. С другой стороны, это позволяет руководителям медицинских учреждений эффективно планировать потоки пациентов, определять наиболее загруженные участки у себя в организации, обосновывать расширение ставок врачей и необходимого медицинского персонала. А все, в общем, это позволит повысить доступность медицинских услуг в нашем регионе. Такими доступными услугами во многих городах России пользуются уже не один год. Пилотный проект запустили еще в 2004 году в Ханты-Мансийске. Надежды, как оказалось, оправдал. Более того, Министерство здравоохранения разработало дорожную карту, согласно которой до конца 2016 года все регионы должны присоединиться к общей системе электронной регистратуры. Итак, как стать ее пользователем? Для начала получить полис обязательного медицинского страхования. При его наличии, а также паспорт, объяснился, так сказать, прикрепиться к медучреждению по месту жительства. Система, она интегрирована с территориальным фондом обязательного медицинского страхования. Если вы уже получали полис, но по каким-то причинам не дошли в медицинское учреждение, то данные, они передаются из фонда обязательного медицинского страхования в лечебное учреждение. На основании вашего адреса проживания происходит прикрепление. Конечно, накладки могут случаться по тем или иным причинам. Человеческий фактор не исключен. И вполне возможно, что порядка 10% населения может быть не прикреплено по тому адресу, где они обслуживаются. Перекрепление к районной поликлинике – процедура обязательная в любом случае. Без этого вам могут и не оказать медицинскую услугу. А теперь как зарегистрироваться на доктор-92.ру? Для этого необходимо нажать кнопку «Регистрация» в системе. Мы сюда вводим свой логин. Придумаем так, как нам нравится. Вводится адрес электронной почты, на который придет подтверждение. Вводится пароль, который мы будем использовать в системе для авторизации. Вводится подтверждение этого пароля. Вводится фамилия человека, его имя, почество. И вводится необходимый код для того, чтобы проверить, что это действительно живой человек, не робот. После этого мы нажимаем «Зарегистрироваться». Спустя некоторое время, примерно минут 10-15, на электронной почте приходит письмо с просьбой подтвердить свою регистрацию. После перехода по ссылке появляется сообщение о том, что регистрация активирована. И мы теперь являемся полноправными участниками в данной системе. Для того, чтобы зайти в систему, необходимо будет уже потом свой логин и пароль внести. Мы попадаем в свой кабинет. Здесь необходимо будет выбрать раздел «Кабинет» и добавить свою карточку. Соответственно, в карточке надо будет также указать свои контактные данные, в том числе номер страхового полиса, который вы получили в системе обязательного медицинского страхования. Чтобы можно было записаться на пятницу, надо нажать на цифру, на которой есть гиперссылка. Открывается окно и показывается время, доступное для записи. Дальше, возможно, два действия. Я могу отсюда распечатать талон на прием к врачу. Либо я просто обращусь в свою больницу в регистратору, где меня, ну, по приходу в больницу, меня выпишут оттуда 100 талона, и я уже пойду непосредственно на прием к врачу. Записаться на прием к врачу, не выходя из дома или где кому удобно, в Севастополе можно уже месяц как. Пока такой услугой пользуются лишь 15% населения, в основном молодежь. У остальных неактивных пользователей интернет. Есть еще как минимум два пути записи. Позвонив в колл-центр… Или придя непосредственно в само лечебное учреждение. И именно так. Не ищите журналов самозаписи. Обращайтесь прямо в регистратуру. Тут ведется как предварительная, так и запись по факту. Вам распечатают талон формата А4. Вот с ним-то вы и пойдете на прием. К слову, записавшимся к доктору через интернет тоже сюда, за таким же листом. Держите талончик, это вам к офтальмологу, кабинет номер 5. Это была процедура, во-первых. Не успевают же медсестры долго, тяжело писать эти талоны. Все вручную. Сейчас все в электронном виде. Не просто говорят, на какое время распечатаем талон мы. В основном так. Некоторые приходят с распечатанным талоном. Если кто-то дома записался, это место уже занято. Двойной талон мы не выпишем. Приходилось искать карточку, записываться, очередность, на какое время, на какой день. А сейчас вот пришел взять в очередной раз талон к урологу попасть. А мне говорят, сейчас ввели новшество такое вот, электронное регистрирование. Не надо записываться. Обслужили через компьютерный учет. Выдали на руки вот такой какой-то документ. И карточку быстренько нашли, дали. И вот, пришел на время, прям аж удивляюсь. К системе «Доктор-92» подключены уже практически все медучреждения города. А это значит, что расписание врачей, талоны и адреса поликлиник в открытом доступе. Правда, есть, но. К узким специалистам электронная запись не ведется. По электронной записи можно записаться к врачу-отолерингологу, к врачу-окулисту, к невропатологу, к хирургу. А таким врачам, как эндокринолог, как кардиолог, нейрохирург, можно записаться только после направления или участкового терапевта, или другого специалиста. Планируется, что до конца 2015 года в каждом медучреждении города в холле установят электронные терминалы. Это еще один вид самозаписи на прием к врачу. Для тех, кому некогда стоять в очереди в регистратуру, на помощь придут информаты с сенсорным экраном. Разобраться с аппаратом поможет консультант. Кроме электронной записи на прием, доктор-92 включает еще ряд услуг. К примеру, раздел «Диагностика» предлагает пройти тест, тем самым оценить состояние своего здоровья. Проходя вот эти тесты, это звоночек для самого пациента, что необходимо что-то поменять. Либо там спортом начать заниматься, либо в врачу сходить, чтобы там посмотрели, проверили. Медицинско-информационном и лабораторном центре уверяет, обеспечит конфиденциальность, целостность и доступность персональных данных пользователей. Если это используется домашний компьютер, либо рабочий, то связь непосредственно с порталом доктор-92 осуществляется по защищенным протоколам связи. Непосредственно те компьютеры, которые стоят в самих медицинских учреждениях, они прошли необходимую подготовку, стоит необходимое программное обеспечение, которое позволяет защищать персональные данные пациента. Доктор-92 в таком виде, в каком он сейчас, это только вершина айсберга. Со временем планируется введение электронной медкарты пациента, формирование взаиморасчетов со страховыми компаниями, с территориальными медицинскими фондами и так далее. В настоящее время в аптеках внедрена система льготного медицинского обеспечения. В течение следующего года будет синтегрирована система льготного медицинского обеспечения, система медицинской информационной системы, которая стоит в ЛПУ. И как согласно нашему законодательству, врач, когда будет назначать лекарство, он будет видеть, в какой аптеке это лекарство есть, в каком количестве. И, соответственно, пациент уже будет знать, что ему надо будет дойти в ту аптеку и получить льготное лекарство. Ему не надо уже будет ходить по всем аптекам и выискивать, есть там это или нет. И на этом у меня все. С вами была Ольга Деменчук. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok